Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Сегодня у нас с вами будет интересная задача. Эта клиентка пришла ко мне и сказала, что она подустала от таких ярких ногтей. Ей захотелось чего-то такого, что будет очень нежненько, очень интересненько смотреться, не слишком привлекать к себе внимание. И в то же время, чтобы был дизайн. Как мы видим, ногти относились у нас замечательно, все хорошо. Парочку ногтей мы счесали от терку для овощей, конечно же. Ну и сегодня в качестве дизайна мы с вами будем делать чистую классику. Что может быть классичнее белого френча? Наверное, классичнее белого френча нельзя придумать вообще в принципе ничего. Но френч у нас на самом деле не слишком-то и белый, то есть он не чисто белый. Мы его немножечко затонировали кремовым цветом. Он у нас получается светло-светло-светло-светло-бежевый. На камере это практически не видно, что здесь оттенок изменен. Но когда мы будем добавлять второй уровень прорисовки, вы поймете, о чем я вам говорила. Итак, при помощи косой кисточки вырисовываем линию нашей будущей улыбочки. Подталкивающими движениями выводим, чтобы линия была ровненькая. Если не получается сделать саму линию улыбочки чисто косой кистью, можно взять тоненькую и подвести непосредственно саму вот эту вот полосочку. Все остальное, весь френч проще всего заполнять все-таки скошенной кистью, потому что она намного удобнее распределяет материал, равномернее, чем какая-нибудь тонкая кисть. А если подрезка у скошенной кисти выполнена хорошо и правильно, то и линию улыбочки она тоже вырисовывает в это же одно движение. В данном случае кисть у меня не сильно хорошая, поэтому саму полосочку приходится подводить тонкой кистью. Вырисовываем линию улыбочки. Я люблю делать высокие усики, потому что высокие усики пока у нас отрастут. Даже если клиент придет через месяц на коррекцию, френч не будет телепаться в воздухе. Вот ненавижу телепающие френчи. Вот просто не люблю, когда на коррекции усы висят где-то в полсантиметре от ложа. Ненавижу, поэтому делаю всегда френч на вырост, делаю его вот так вот высоко на ногтевое ложе. И тонкие усики, улыбочки я тоже не делаю. Почему? Потому что я не люблю, когда ложе слишком широкое. Тогда в целом палец и вся рука тоже смотрится очень широко. Когда мы делаем вот такое вот красивое узенькое удлинение, рука смотрится красиво и изящно. А широкие усики ничего не значат и ни о чем не говорят. Если на них не заглядывать вот прям сбоку, не заглядывать конкретно в усик, его практически не видно. А даже если заглянуть, то в конечном итоге вся ширина усика все равно сходится в одну точечку усика улыбочки. То есть в одну точечку в роста. Поэтому даже несмотря на то, что усик получается довольно таки широкий, в целом рука смотрится очень красиво и изящно. Если вы хотите поэкспериментировать сами, возьмите своего клиента. Возьмите несколько пальчиков своего клиента и сделайте. На одном пальчике усики повыше и пошире, на другом потоньше и пониже, на третьем вообще ровный френч нарисуйте. И посмотрите, с какой линии улыбки ваша рука будет смотреться поинтереснее. Кстати, хорошая идея для какого-нибудь мастер-класса. Надо будет вот именно такой эксперимент провести и вам показать. Запомнили, записали, галочку поставили, надо будет обязательно сделать. Если я вдруг забуду, напоминайте мне периодически. Мы же тем временем вырисовали наш френч в два слоя. То есть первый слой мы нарисовали, просушили. Вторым слоем навели нашу улыбочку, чтобы она была равномерная, чтобы на ней не было разводов. Просушили еще разочек, перекрыли финишным покрытием. И бафим, потому что дальше у нас будет литье пигментами. Соответственно, чтобы пигмент у нас втерся только в те элементы, в которые мы захотим, нам нужно, чтобы никакой гладкой поверхности на руках у нас больше не было. Поэтому хорошенечко забафили, проследили, чтобы нигде ничего не блестело. Берем тоненькую кисточку и начинаем рисовать. Вырисовываем на френчике тоненькими линиями какие-то спиральки вензелей. Именно эти вензеля мы затрем жемчужным пигментом, который практически не видно. Но в то же время на отливе, при повороте руки, этот пигмент будет подмигивать нам левым глазом и составлять вот такую вот очень нежную и очень красивую композицию. Самая основная задача при рисовании этого момента не испортить линию улыбочки, чтобы ваша линия осталась такой же красивой и ровненькой. Вот в данном случае здесь у меня немножечко дрожит рука, но тем не менее мы все равно стараемся ее вывести ровнее. В дальнейшем вот в то место, где у меня рука дрогнула, я расположу толстую часть своего вензеля. И именно благодаря вот этому уплотнению это место у меня спрячется и будет смотреться, как будто так было задумано. Итак, вырисовываем вензелечки. Не тоненькие, не много, их должно быть совсем чуть-чуть. Клиентка попросила, чтобы она отдохнула от дизайна, поэтому даем ей такую возможность. То есть делаем такой дизайн, который нужно будет рассматривать, очень сильно присмотревшись. Кстати, сейчас вы видите, что френч был действительно не очень-то и белый. Даже вот в таком виде, с чисто белой прорисовочкой, без затирки пигментами, этот дизайн смотрится очень интересно и очень воздушно. Кстати, в таком виде его тоже можно оставлять и тоже будет довольно интересно. Продолжение следует... Но, как мы и договаривались, мы берем жемчужный пигмент и затираем наши вензелечки. Получаются очень красивые жемчужные переливы. Для того, чтобы договориться с клиентом, мы изначально это все делаем только на одном пальчике, покрываем топом, показываем клиенту, как это будет выглядеть в конечном итоге. Когда наш клиент все одобряет, говорит, да, мне все нравится, переходим к остальным пальчикам на руках. Собственно говоря, повторяем всю ту же самую историю еще 9 оставшихся раз. Хотя, можно было, опять же, украшать не все пальчики. Можно было на одном пальчике сделать полное покрытие с подобным дизайном. Можно было сделать эти вензелечки чуть-чуть помельче, оно бы смотрелось еще больше похожим на кружево. В общем, здесь масса вариаций вот этого вот дизайна, но технический момент с затиркой пигментом белых вензелей на чуть-чуть бежеватом фоне запомните, потому что этот элемент можно использовать в миллионе разных сочетаний. Продолжение следует... Итак, вот такие вот ручки у нас получились. Вытянутые пальчики, изящная ногтевая пластина, красивенький френчик, очень красивая форма. В общем, все получилось замечательно, клиентка ушла довольная. В следующий раз сделаем, скорее всего, что-нибудь поярче, потому что это, в принципе, обычное отношение клиентов. Сначала сделать что-то поярче, потом отдохнуть на чем-то более светленьком, потом опять вернуться к ярким вариантам, потом сменить миндаль на квадрат, а потом еще что-нибудь придумать. Во всяком случае, мои клиентки именно так и поступают. Я же надеюсь, вам сегодня понравилось. Я надеюсь, вам сегодня было интересно и полезно. Оставайтесь на моем канале, не забудьте поставить лайк этому ролику, подписывайтесь, если еще не подписались. Я же на сегодня с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока.